ну в общем вот стрим карта который я купил с алиэкспресс за 4 там 800 ну почти 5000 стоит карта вместо 15000 точно такая же стрим карта с поддержкой 4k стоило бы для меня где-то 15 20000 15 23 стрела бы я с алика нашел такой вот вариант за 4 300 ну на черной пятнице там большая скидка было так то она тоже 15 стоило за 4 300 вот купил получается у нее сквозная получается с консоли на телевизор с консоли на телевизор у нее сквозная 4k 60 fps вот тут нам написано фокус не ловит фокус не в общем написано 4k 60 fps еще и hdr поддерживает сквозная прикинь то есть точно с такими же характеристиками у меня нормальная стримка не точнее не нормальная а брендовая стрим карта там avermedia или эльга туда эльга или авермидия вот из фирменных этих стрим карт она была точно с такими характеристиками него стоило бы ну в среднем там 20 15 тысяч не 15 даже вряд ли 20 25 тыс стоила бы а то и 30 20 25 там 30 тыс стоила бы с такими характеристиками то есть хвозная 4k 60 fps еще если я еще и тут rgb 8 8 8 вот конкретно знаю но это тоже что-то такое хорошее цветопередача получается стрим стрим только full hd 60 fps но зато тут есть режим записи в 4k 30 fps и 2к 30 fps вот такая вот такая вот сим-карта тут получается лампочки то что подключено тут еще кнопочка switch есть она типа переключает или что-то такое и вот тут короче микрофоны и этот наушник покупать с этой стороны получается юсб 3 0 разъем к телевизор 1 и 3 устройства не один а три целых можно подключить можно допустим подключить playstation xbox и там допустим switch сразу три консоли можно подключить и у нее там есть пульт и через этот путь короче приключаешь но мне только на консоль поэтому мне путь не нужен поэтому вот так вот пойдет пульт не нужен поэтому так вот без пульта не только одна консоль поэтому esb 3 0 и тут короче какой то еще разъем разъем есть тайп сяк микро ds какой-то микро backwards не знали чего это 1 для чего вот стоит возможно для еще чего там подключения но я в общем все подключил все работает сквозная вот телевизор а это полстэйшн телевизор 1 и полстэйшн и тут еще две можно подключить вот тут она теперь будет стоять такая вот стрим карта за 4 там 800 рублей ну почти 5000 на черную пятницу купил капец блин радуюсь я где-то полгода назад купил стрим карту авермидия раз днс а тоже фирменный за 9000 и у нее короче максимум full hd на 30 fps только за 9000 прикинь за 9000 рублей я купил полгода назад в full hd 30 fps авермидия а вот в черной пятнице я вот купил 4k карту за 5000 у него кстати во время стрима капец она греется как видеокарта до 60 60 точно было я прям рукой чувство будто ты видеокарту держишь когда видеокарта на нагрузке же нагревается вот это вот передняя панель и верхняя панель видеокарты нагревается же вот точно так она нагревается очень сильно нагревать но у неё корпус металлический металлический так что она для этого видимо и предназначен для нагрева также нормально еще не расплавиться там видимо этот стоит охлаждение пассивное охлаждение без в heartfelt стоит видимо она нагревается и все нормально да она видимо для этой перед назначены в общем вот так вот да матч έ儿لك телевизора сквозная сквозная через телевизор на конце точнее консоль на теле консоль на телевизор сквозная четыре кончат фпс с игром и потому через юсб 3.0 ты подключаешь ноутбук или пока вот получается обоис но боясь настраиваешь и все не запускаешь в год конца консоль идет сюда вот сюда потом сквозная идет через телевизор вот сюда и эту сквозную ловит вот этот юсб и сквозным передает сигнал на оба стрим карту и тут получается добавить просто устройство захват видео и решишься заходишь и тут в принципе не таки настройки не такие детали но хватает нормально я все по умолчанию поставил и все кстати аудио не настраивается никак то есть ты подключаешь отсюда микрофон и наушники и все и тут детальных настроек ауди нету я вот пытался настроить так чтобы микрофон детально настроить на так и не получилось микрофон детально строить все через один разъем идет и звук и микро твой то есть их отделить отдельно допустим допустим звук и микрофон отдельно и микрофон отдельно ответ на как не получится и детально настроить никак не поттер поэтому у меня время стрима через эту стрим senior-карту у меня микрофон такой не этот плохо слышится плохо слушаться только если по близко вот здесь корейской разговаривает только тогда слышитсяハ ну вот как то так получается вот этот провод микрофон сюда подключаешь и микрофон вот здесь вот у меня вот надо прям поблизости говорить и тогда нормально будет слышно ну или или либо надо короче купить специальную звуковую карту прям конкретно звуковую карту отдельную купить и оттуда короче микрофон настраивать но это другая история вообще еще денег не обойдется еще наверное примерно столько и уйдет на 5 7000 звуковой карты а то и 10 качественно звуковой карты потом потуда подключаешь и настраиваешь но это отдельная за история наверное не знаю может быть куплю может нет но пока что как то так буду стримы через этот маленький микрофон но главное то что связь идет и стрим карту и допустим во время стрима на пластейшем 5 у меня допустим если во время игры игра вылетает то то стрим вырубается вот смотрите вот тут есть вот такая вот хрень на консоли своя вот этого типа стрим карты своя типа свой стрим да она да хороша конечно через этот свой микрофон да все общейся нормально хороша качество в принципе тоже нормально но единственный минус в том что ты не выйдешь вот так вот на работе стол и когда игра допустим вылетит она у тебя вместе со стримом вылетит стрим тоже вырубится а современные игры вот эти вот допустим от баттл сун тот же да они сырые и они все время вылетают и стрим карта помогает стрим карты видишь вот прям на работе стол вышел на то не вылетает ничего стрим никак не вырубится все будет дальше идти ты сможешь вот людям показывать настройки свои консоли то заходить сюда-то настройки показывать вот это вот вот это вот окошко в общем очень удобная стрим карта для стримеров таких стримеров как я очень удобная вещь короче всем советую ссылка будет в описании я его не рекламирую просто вот сам вот заказал нормально я вот вообще наугад заказал там много стрим карт было я наугад все выбрал и вот пришла думал херня какая-то будет прям боялся но запустил все нормально работает проверено мною лично буду стримить на этой карте баттл сунг так что захотите на стрим проверяйте стрим карту качество в общем как то так вот такая вот загогулина ладно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии под видео как вам это стрим карта ладно всем пока